Все отлично. Запись пошла. Всем привет. Сегодня у нас 7 сентября. Тема нашей встречи – Инстаграм. Передаю слово. Всем привет. Меня зовут Ирина. Мы являемся производителями в России. У нас детская ниша. Мы работаем с Ильей в партнерстве. Многие его знают. Он у нас занимается Амазоном. Я занимаюсь соцсетями и другим функционалом, поэтому меня вы не знаете. Значит, что у нас детская ниша. Мы производим товар в России. В Инстаграме у нас в России сейчас три аккаунта. Продающий аккаунт – это 121 тысяча подписчиков. Самый большой размер его был – это 170 тысяч. Это вот перед Новым годом, 2017 года, как раз в сезон. Второй аккаунт у нас 75 тысяч подписчиков и третий – около 35 тысяч подписчиков. Значит, на вторых двух аккаунтах мы создавали для сбора аудитории и, собственно говоря, с них мы продаем рекламу. Ну, то есть это паблики, на которых мы зарабатываем на рекламе. Вот. Почему я сказала, что у нас было 170 тысяч, 121 тысяча сейчас? Постоянный идет приток-отток подписчиков в Инстаграме. Это неизбежно. Поэтому нужно постоянно работать над новыми притоками, потому что старые подписчики теряют к вам интерес, они уходят. Быстро или медленно – это зависит только от того, насколько им интересен ваш паблик и насколько долгая жизнь у вашего клиента, ну, то есть сколько раз он может к вам вернуться, скажем так. Значит, я начинала свой бизнес в России вообще только в Инстаграм, то есть полгода я продавала только в Инстаграме. В других источниках продаж не было. Очень хорошо торговали, но начали поступать оптовые запросы. Их было очень много, и просто уже понятно было, что нужно расширяться. Сертифицировались мы, пошли на опт и свой сайт запустили. Вот. У нас дорогой товар, это премиум-сегмент в России, но в Америке у нас это средний сегмент получается. Значит, грянул кризис в России, люди стали меньше покупать, мы начали думать о расширении рынка. Первое, куда мы пошли, это Этси. С Этси у нас плохой опыт, я не советую никому туда идти, да, там с продажей несерьезной. После Этси мы уже пошли на Амазон. На Амазоне мы хорошо зашли, вот, сломали очень много стереотипов. Торгуем мы шесть месяцев, активно торгуем шесть месяцев. Значит, оборот у нас сейчас около 25 тысяч долларов, но потенциально оборот у нас 70. Постоянно нам Амазон рисуют упущенную выгоду, но вот у нас товар дорогой, отправляем мы его с Россией. У нас тупо не хватает финансов. Пока эту проблему мы не решили, вот, пытаемся ее решить. Когда у нас заканчивается, мы постоянно сидим с пустым складом, это наша проблема. Вот, когда товар заканчивается, мы начинаем отправлять из России. Ну, в общем, такая канитель. Ну, сейчас не будем о грустном. Значит, в американские, в сторону американского Инстаграма мы, естественно, сначала не смотрели, потому что и так сидим без товара, да, подавать нечего. Потом случилось две причины, по которым мы все-таки помнили, что в Инстаграм, в американский нам идти надо. Первая причина – это хорошая причина, вторая – грустная, а не кожа. Значит, хорошая причина такая. Наша клиентка из Амазона, она выложила нас в Инстаграме. В Америке принято выкладывать, да, они делают это с удовольствием. Она выложила фотку своего ребенка с Инстаграма, в Инстаграме, в своем аккаунте. Ее подписчики нас увидели, вот, все хорошо, начали переходить к нам в аккаунт. А у нас в нашем аккаунте только название влагать, все, больше ничего нет, да. То есть это вообще полный провал наш случился. И вот с этого момента мы решили, что да, все-таки пойдем мы хоть какими-то там неагрессивными методами, но двигаться начнем в этом направлении. Значит, сейчас давайте как бы посмотрим вообще на жизнь современного человека. Это выглядит вот так. Утром мы просыпаемся с телефоном, потом мы идем в туалет, если мы там находимся долго, мы опять с телефоном, кушаем, едем на дорогу, значит, обедаем, и день у нас заканчивается опять с телефоном. Это вот бич современности, но это так, да. В телефоне самая популярная у нас социальная сеть – это какая? Это Инстаграм. Значит, что такое Инстаграм? Это литерующая социальная сеть в мире. Это социальная сеть, которая создана для телефона, а телефон у нас всегда под рукой. Инстаграм – это в первую очередь модно и во вторую легко в использовании. То есть любая свободная минута – мы в телефон, в Инстаграм. Если вы являетесь пользователем Инстаграма, можете зайти у себя в телефоне в настройки «Аккумулятор» и посмотреть, сколько времени ваш аккумулятор тратит на Инстаграм. Ну вот это где-то будет 25% времени, то есть это много. Инстаграм дает большие возможности. Во-первых, вы можете торговать по всему миру. Мы вот из России, мы уже продали во все практически страны Европы. Это русскоговорящие люди, которые приехали, да, эмагрировали из России. Но тем не менее они покупают у нас. Мы живем в маленьком городе Краснодаре и продаем по всему миру. Потом у нас была такая клиентка из Финляндии. Она купила для своего ребенка. Ей наш товар очень понравился. И она где-то там через месяц-два у нас заказала в тоже партию и продвигает наш товар в Финляндии. Вот. Вы можете с помощью Инстаграма стать легко популярным и существенно улучшить свое материальное положение. Да, если мы посмотрим, все рвутся в блогеры. Почему они туда рвутся? Потому что это вообще как бы деньги, которые, ну, можно сказать, падают с неба. Значит, вот в России блогер, который имеет подписчиков 200-300 тысяч, средняя цена за рекламу у него 50 тысяч. Реклама идет каждый день. Бывает в день реклама не одна, да. То есть нетрудно посчитать доход. Какую-то часть он тратит на свое продвижение, но большая часть у него остается. Я всегда говорю, что Инстаграм равно деньги. Вот когда вы заходите в Инстаграм, прям через монитор вам парни такими деньгами. Но Инстаграм — это большая в то же время иллюзия. Все, что вы видите в Инстаграме, 90% преувеличено. Все, что делают люди в Инстаграме, это делается ради денег. То есть все звезды, да, вы часто видите, что там отмечают, показывают, рекомендуют, там отмечаются в каких-то местах. Это все сделано за деньги, не бесплатно. Максимум по дружбе. Но в основном за это все мы платим. Поэтому в Инстаграме ходят большие деньги, и все, кто продвинут в Инстаграме, хорошо зарабатывают. Это факт. Значит, все бренды в Инстаграме есть. Это тоже факт. Значит, вот Nike — это лидирующий бренд в Инстаграме. Смотрите, я сделала скриншот. А видно мою мышку вообще? Кто-нибудь мне ответит, мышку мою видите или нет? Я микрофон просто отключил. Мышку, мышку. Да, видно, все отлично видно. А звук, ребята, звук есть? Вот кто-то говорит, что звук нет. Все видят. Ну, тут уже... Я слышал отлично, в телефоне отлично. Просто я звук отключаю, чтобы не было лишних звуков. Значит, смотрите. Вот этот скриншот сделан из Фейсбук, вот этот скриншот сделан из Инстаграма. Значит, в Фейсбуке 28 миллионов, в Инстаграме почти 74. Два раза Инстаграм превосходит по популярности Фейсбук и по вовлеченности в четыре раза. Это не мой вывод. Это официальный данный Инстаграм. Мы все знаем, да, что Инстаграм и Фейсбук принадлежат одному и тому же человеку, да, так скажем. И если вы зайдете на сайт Инстаграм американский, вот эти данные, они там висят. И, соответственно, все бренды пытаются продвинуться, больше продвинуться, чем в Инстаграме, чем в Фейсбуке. Об этом нужно задуматься просто, да, почему это делать именно там. Значит, недавно я читала интервью с владельцем Найка, в котором он говорит, во-первых, сейчас у Найка там какая-то проблема, да, китайские заполонили китайскими кроссовками, они борются с этим контрфактом, вот они собираются этим бороться через Инстаграм. И, значит, владелец бренда Найк, он говорит о том, что сейчас у нас развитие в Инстаграме намного приоритетнее, чем развитие оффлайн и онлайн-магазинов. То есть мы все свои силы направляем на развитие Инстаграма. Это информация, над которой стоит думать, да, то есть если все туда везут, значит, это все не просто так. Поехали дальше. Официальная статистика. Более 700 миллионов пользователей в мире, 400 заходят ежедневно, 22 миллиона пользователей в России и более 100 миллионов пользователей в США. Цифры, которые вообще поражают, это 4,2 миллиарда лайков ежедневно, 95 миллионов фото ежедневно. Значит, в среднем американец 23 раза в день заходит в Инстаграм. Только подумайте, 23 раза у вас появляется шанс ему что-то продать. 75% пользователей совершают покупку после того, как увидят пост своего любимого бренда в Инстаграм. Это эмоциональная покупка. Мы знаем, что эмоциональные покупки, они приносят быстрые деньги. Значит, одна американская статистическая фирма, довольно известная в Америке, проводила опрос среди пользователей Инстаграма. Вот 92% всех опрошенных сказали, что не верят рекомендациям друзей в Инстаграм. Эти друзья — это не те люди, с которыми я не знаком лично, а те друзья, на которых они подписаны в Инстаграм, никогда их не видели. То есть это вот блогеры, лидеры мнений и так далее. Материалам в блогах и пабликах верят больше, чем 150%. На собственном опыте я убедилась. Это вообще бич современности. Очень печально на самом деле. В России все мамские паблики завалены фотографиями больных детей с вопросами «Подскажите, что делать?». То есть как это выглядит? Какой-то мамаша заболел ребёнок, она вместо того, чтобы бежать к врачу, она фотографирует его язву, царапину или ещё что-то, отправляет в паблик людям, не докторам, вообще незнакомым людям, и просит «Выставьте, пожалуйста, пост и спросите у девочек, что мне делать». Это слух режет, но любой мамский паблик вам это подтвердит, что это так. Это ужасно. Как это может собирать нам на руку? Очень легко стать в Инстаграме экспертом в том или ином вопросе. А, соответственно, к экспертам есть большое доверие, и если человеку что-то понадобится, он сразу вспомнит о нас, потому что вы эксперт. Это очень помогает в продвижении. Значит, что нужно, чтобы начать работу в Инстаграм? Первое — это иметь аккаунт старше одного месяца. Ребята, вот сейчас пройдёт вебинар, если у вас нет аккаунта в Инстаграм, пойдите, зарегистрируйтесь. Вы всё равно рано или поздно в Инстаграм пойдёте, никуда не денетесь. Но Инстаграм для Инстаграма считается подозрительным, если у вас начинается какая-то активность в аккаунте, которому нет месяца. То есть вы там запостите фоточки, это вы сможете сделать. Но если у вас пойдёт какой-то приток подписчиков, вас просто заблокируют. Зарегистрируйте аккаунт, и пусть он у вас отстаивается. Чем старше он, тем лучше. Единственное, что — это сделать для вашего аккаунта отдельную почту. Пароль запишите, почту запомните, не теряйте её. Первая почта для аккаунта очень важна. И второе — это знать, кто твоя целевая аудитория. Я вам сейчас задам вопрос. На него писать ответ в чат не надо, а просто вот себе там, ну, или в голове, или там вслух себе ответьте. Вот я вам задаю вопрос. Кто ваша целевая аудитория? Ну вот, я надеюсь, что вы ответили. И теперь смотрите. Если вы ответили, моя целевая аудитория женщины такого-то возраста, мужчины такого возраста или что-то подобное, я вам говорю, вы свою целевую аудиторию не знаете. Если вы ответили, что мы проводили долгие исследования, и у нас отчёт на 2-3 страницы, поздравляю вас, вы как бы бинго, вы выиграли. Вы знаете, кто ваша целевая аудитория. В Америке это очень распространено. Любая компания, любой бизнес имеет портрет своего клиента. Причём они имеют не просто свой портрет, они даже подставляют к нему фотографию. Если вы посмотрите американские сайты, ну, по маркетингу, в маркетинговом направлении, да, там гуляет фотография клиента нашего любимого Shopify. То есть это у них мужчина, там успешный мужчина, есть его фотография, и внизу описание. Любой миллионер американский, который выступает на маркетинговых мероприятиях, он рассказывает в первую очередь о том, кто его клиент. Он знает о нём всё. Это обязательно. У них висят фотографии в офисах. Почему-то у нас это не развито. Но, например, если мы работаем в Амазоне, да, или настраиваем там рекламу в Гугле, Яндексе и так далее, то мы используем ключевые слова, и это не так важно. А если мы идём в социальные сети, в любую социальную сеть, мы должны знать свою целевую аудиторию в лицо. Если мы её не знаем, мы просто будем спускать деньги. Поэтому над этим стоит подумать вам более внимательно. И вообще это важно для вашего бизнеса в целом. Значит, когда мы собрались уже работать в Инстаграм, со стороны это смотрится очень просто. То есть типично пользователь думает, что Инстаграм — это легко. О, ну что, я там зайду, сейчас буду постить фотки, и всё, ко мне повалит трафик, начнутся продажи, и будет всё хорошо. Это типичная мысль. Я вот проверяла это много раз, и я сама думала точно так же. Значит, я, когда решилась создать свой аккаунт в Инстаграм, запостила фоточки, сижу, жду, ничего не происходит. Ну, почитала, что пишут умные люди. Люди умные пишут про масколовинг. Окей, начала я масколовить. Кстати, два с половиной года назад маскол давал очень хорошую конверсию, сейчас такой нет. Но не суть. Люди начали подписываться, но продаж у меня нет. То есть я масколю уже месяц, а у меня вообще ни одной продажи. Ну, тогда я поняла, что Инстаграму нужно обучаться. Но Инстаграму нужно обучаться не так, что вот в общем, да, теорию. Нужно пошаговое действие. Вот мне повезло, я нашла человека, которого на тот момент было в аккаунте 70 тысяч, он активно торговал. Я пошла к нему на обучение. На третьем занятии у меня начались первые продажи. То есть он мне открыл глаза, я ему очень благодарна. Мой успех, он, 50% это то, что я у него обучилась. Все время его вспоминаю. Об многих моментах в обычном обучении, да, вот я, кстати, покупала много обучения до сих пор по Инстаграму, вдруг что-то новое. Не сказано ни в одном обучении того, о чём он не говорил. Почему? Потому что Инстаграм даёт очень маленький функционал на самом деле. И для того, чтобы вам там продвигаться, нужно исхитриться, да, скажем так. Это исхитриться не всегда честно. И об этом, ну, из официальных источников, да, это просто невозможно услышать. Но это так. Сегодня я вам все секреты не раскрою, но о многих поговорим. Итак, поехали. Значит, основные этапы работы в Инстаграме. Вам нужно для начала подготовить свой камень, только потом приступить к его продвижению. И монетизация, она как бы случится автоматом. Только эта схема работает. Что такое подготовка к приёму трафика? Это правильно назвать аккаунт, написать продающее название, установить аватар, наполнить фотографиями, дать социальные доказательства. Вот об этих трёх много бесплатной информации. Погуглите, не будем терять время. Наполнить аккаунт фотографий. То есть старт должен быть где-то минимум 10 фотографий у вас уже должны быть в аккаунте. И вот на социальных доказательствах сейчас чуть подробнее остановимся. Значит, на следующем слайде у нас примеры. Три аккаунта я привела в примеры. Ребят, очень трудно найти правильный аккаунт в Инстаграме, если он не твой, поэтому три. Значит, первое. Кот Майами Стайлс. Популярный американский магазин. У них правильный аватар. А, я вам сейчас скажу, смотрите, вот это вот имя, это название аккаунта, вот это вот жирная строка, это имя, вот это вот описание. Ссылка, активная ссылка в Инстаграме только одна. Больше ни где не активна. Итак, вот Майами Стайлс. У них хороший аватар. Это американский магазин, они торгуют вещами из Китая. Значит, вещи, надо сказать, не все хорошего качества. Я покупала у них много. Я живу в России. Я нашла их. Вернее, это не я нашла их, да, это они меня нашли. Я увидела их в ленте, они торгуют по всему миру. Я, значит, у них много вещей покупала. Значит, вот из десяти вещей, там, две вы выкинете. Фото не соответствуют действительности. Ну, а я покупала у них и второй, и третий, и четвертый раз. И у них нету никаких негативных отзывов. Они как бы круто продают. Они продвигаются только в Инстаграме. Они есть в Фейсбуке, они там не продвигаются. И у них есть сайт. Они могут себе позволить не иметь продающего описания, потому что у них полтора миллиона подписчиков. Их и так найдут, и они так продадут. Значит, всеми любимая накладка, как накидка для кормления, да, многие влетели с ней на Амазоне. Вот ребята хорошо назвались правильно. У них правильное описание, вернее, у них правильное имя, но плохое описание. Смотрите, когда человек заходит к вам в аккаунт, у него есть две секунды для того, чтобы понять, что происходит в вашем аккаунте. Потом две секунды он смотрит на фотографии. Максимум, он пойдет еще на третий ряд. Если взгляд не зацепился, то он даже уже уходит. То есть две-три-пять секунд у вас есть на то, чтобы завлечь человека. Вот это вот описание, оно не читаемое, не зацепится за него глаз. Поэтому вот переходим сюда. Кстати, американцы знают эту фишку про правильное оформление. У них есть аккаунты правильно оформленные, но они ее практически не используют. Я не знаю, почему, но очень мало аккаунтов с правильными описаниями. Вот правильное описание. Понятно, что все разделено, легко читается, на улице Кисть плохой аватар. Самое интересное, социальные доказательства. Что это такое? Социальные доказательства это количество ваших подписчиков, количество комментариев, количество лайков на ваших фотографиях и отзывы. еще раз повторю, это то, что вы должны иметь до того, как вы начнете лить ваш трафик, лить трафик в ваш аккаунт. Как это получить? Есть честные, нечестные способы. Скажем так, честные способы какие? Во-первых, вы можете купить аккаунт уже с подписчиками, переименовать его и оформить под свой бизнес. Второй способ, если вы имеете какой-то крупный другой аккаунт, вы можете сделать пересечение аудитории, вы можете пойти с одного аккаунта в GIF, поставить подписки на другое, в общем, поманипулировать. Если вы всего этого не имеете и не хотите покупать аккаунт, вам придется этих подписчиков накрутить, другого выхода нет. Но уже полгода, даже может быть больше, Инстаграм аранжирует ленту. То есть по интересам. Значит, если ваши подписчики не взаимодействуют с вашим аккаунтом, не заходят в него, не лайкают, не комментируют, он никому не… ваши посты никому не показываются. И мы какую имеем ситуацию? Мы накручиваем подписчиков, это подписчики вообще левые, они не интересуются вашим аккаунтом, вы никому не показываетесь. Что делать в этой ситуации? Накрутить, потом набрать еще 10 с каким-то другим способом продвижения, потом от тех накрученных отписаться. Если вы уже накручивали на свой аккаунт подписчиков, сейчас сидите с ними, то не забудьте от них отписаться. Если вы не знаете их в лицо, так скажем, есть такой сервис как Пиколитикс, он обнаруживает в вашем аккаунте за денежку боты, и потом вы от них отпишетесь. В общем, от этих мертвых подписчиков нужно избавиться, но они нужны в начальном этапе, потому что если человек заходит… Вообще подписчики это валюта Инстаграм, вас оценивают по подписчикам. Если человек к вам заходит, вы хотите ему что-то продать, он в первую очередь посмотрит на количество ваших подписчиков. Если у вас тут 0, 1, 10, 500 тысяча, вы нафиг ему не нужны, он сразу же уйдет. Поэтому 10 тысяч сейчас это тот минимум, который вы должны иметь. Ну, и в таком же духе, да, там, комментарии, лайки, отзывы и все прочее. Вы должны это иметь. То есть человек должен убедиться в том, что вы уже кому-то что-то продали, прежде чем у вас что-то купить. Пошли дальше. Что и когда постить на Инстаграм? Значит, каждый день нужно постить в топовое время. Значит, вот в ваших этих амазоновских группах, да, там про постинг, про время ходило много разной информации. Вот мое мнение такое. Значит, топовое время во всем мире оно одно. Это утро и вечер. То есть, когда человек едет на работу, перед работой, и когда человек дома вечером, когда он уже отдыхает, он сидит в телефоне. И в это время постят все крупные магазины. Вы зайдите в американский Инстаграм к любому и посмотрите, когда он постит. Это топовое время 8-9 утра и 20-22 это вечер. Суббота, воскресенье это неактивные дни. Пятница, вечер это тоже неактивный день. Значит, когда постить? Вот в эти промежутки. Значит, там звучало у вас мнение о том, что за полчаса до топового времени, вот если вы так сделаете, что будет происходить? Вы запостите через полчаса, запостят весь Инстаграм. Вы себе представляете, да, сколько это? Ваш пост просто в ленте погибнет, он уйдет, его не видят, не дойдет до него пользователей. Поэтому, вот если вы запостите, например, 8-05, то вы будете в более выигрышной позиции, потому что все обычно постят в какое-то круглое время, 8-9, да, вы 8-15, вы будете вверху. Вот это вот более лучший вариант. Значит, постить нужно минимум один пост в день, максимум три. Ни в коем случае не подряд. Да, если вы выложите три поста подряд, то вас начнут сразу же отписываться, потому что вы надоели уже просто в ленте. Три поста в день это очень сложно. Это уже высокий уровень, потому что для трех постов нужно иметь контент. Значит, нельзя пользоваться, постить, ну, не то, что нельзя, вы просто не сможете. То есть каждый день в определенное время подходите, постите, брать телефон и постить. Так не получается ни у кого. Не знаю таких людей, которые могут постить каждый день в определенное время, не используя специальный софт. Значит, этих софтов очень много, отложенного постинга. Мы пользуемся СММ-планером. Он там по цене стоит что-то 300 или 400 рублей в месяц, он хорошо работает, нету никаких сбоков абсолютно. Инстаграм за это не банит. То есть вы сели раз в неделю, загрузили в СММ-планер посты, выставили время, там можно геолокацию вставить и в сторис постить тоже с этого автопостинга. Вы загрузили посты, все, вы неделю о постах не думаете. Они у вас автоматом заходят. Значит, естественно, чтобы их загрузить, вам нужна какая-то концепция или контент-план. Если вы начнете постить то, что имеете, все подряд, то ваш аккаунт, во-первых, не будет выглядеть красиво, во-вторых, вы быстро истощитесь. У вас закончатся фотографии, поэтому вот прежде чем вообще что-то постить в Инстаграм, подумайте о том, как вы это будете делать, какой контент вы будете туда закладывать и как это вообще будет выглядеть. Какой бывает контент? Продающий, пользовательский, информационный, развлекательный. Продающий – это непосредственно ваши посты. Пользовательский контент – это, я не знаю, как назвать, это супермаркетинговый ход, скажем так. В России, как всегда, мы там очень далеко от этого американцы практически все крупные магазины используют только пользовательский контент. Почему? Потому что пользовательскому контенту доверие 100%. Человек зашел, он видит, что в этом магазине покупку купил и тот, и тот, и тот, и у всех хорошие отзывы, все выложили фотографии, вообще все супер. И человек быстро принимает решение о том, чтобы купить ваш продукт. Вот походите по американским этим аккаунтам, посмотрите, у них весь, все аккаунты состоят из пользовательского контента, а они впереди планеты всей. Информационные. В Америке это не распространено, но можно использовать. Это когда вы даете какую-то полезную информацию в своем блоге. Но, кстати, эта полезная информация может быть также связана с вашим продуктом. И вы можете, да, вот свой экспертный уровень для своих подписчиков выращивать с помощью информационного контента. Но развлекательный он должен быть обязательно, он должен быть нечастый, но развлекательный контент он увеличивает активность в вашем аккаунте. Значит, вот мы подготовили, переходим к продвижению. Значит, здесь у меня на слайде варианты продвижения, и они расположены в таком порядке вот это самый мощный, это самый слабый. То есть от мощного к слабому. Но сейчас я вам начну рассказывать в обратном порядке, чтобы мощное оставить на конец. Значит, что это? ГИВВ, официальная и неофициальная реклама, органический трафик, взаимный пиар и масс поэр. Органический трафик. Что вам может дать органический трафик? Это правильное название профиля, оформление аккаунта, регулярный постинг, пользовательский контент, потому что пользовательский контент в первую очередь выкладывается у пользователя в ленте, а вы его потом просто себе репостите. И, соответственно, подписчики того человека, кто выложил отзыв о вас в своей ленте, они тоже видят вас и заинтересованы и переходят к вам. Значит, использование правильных хэштегов. Распространенная ошибка. Что такое правильный хэштег? Вот распространенная ошибка – это когда вы начинаете использовать хэштеги самые популярные, например, лав. Хэштег лав имеет более миллиарда фотографий. Где вы там будете в этом миллиарде? Да нигде вас вообще никогда не увидят. Правильные хэштеги нужно подбирать тематические. То есть те хэштеги, по которым люди будут вас искать. Не надо постить love, family, вот эти вот подобные. Вообще это бессмысленно просто. Никогда вас не увидят по ним. Попадание в топ публикации. Это что такое? Когда человек нажимает на хэштег, он видит ленту фотографий. 9 фотографий из всего многочисленного списка, хоть из миллиарда, хоть из 100 фотографий, они будут висеть вверху и их пользователи увидят всегда. Вы должны быть в этом топе. Как в этот топ попасть? Набрать максимальное количество лайков среди конкурентов и не просто их набрать максимально, максимальное количество, но и максимально быстро. То есть по скорости набора максимального количества лайков вы попадете в этот топ публикации. Дело это не хитрое на самом деле, мы всегда в топе. У нас наш хэштег, основной хэштег это 400 тысяч где-то фотографий на этот хэштег. Мы всегда в топе, мы за этим очень следим. Значит, работа над увеличением охвата и поднятия активности в ленте, это как раз вот можно говорить про активность, это развлекательный контент, много видов бесплатного поднятия, это несложно. А увеличение охвата, что тут нужно сказать? Это то, что видео всегда априори имеет больше охват, чем фото. То есть если вы можете, если у вас есть такая возможность, то видео постите чаще. Значит, что принесет также органический график это размещение в истории. Некоторые пользователи сейчас, они вообще не ходят в ленту, они смотрят только истории. И в истории там нельзя, неудобно вернее, выбрать кого-то определенного, там смотрится все подряд. Поэтому истории приносят хороший трафик на самом деле. И не все пользуются историями, они вот введены недавно, не все еще дошли до них, поэтому в историях не такая большая конкуренция. И введение прямых эфиров это высший пилотаж, прямых эфиров можно очень круто продавать, но их надо везти. То есть это должен быть человек, который умеет говорить, который не стесняется, прилично выглядит, который может выйти в прямой эфир. Он расскажет о продукте, а потом так аккуратненько предложит, ну вот можете купить. Вы просто себе не представляете, как только идет покупок с этих прямых эфиров, но их делают единицы, поэтому я потому что говорю, что это высший пилотаж, и вот если посмотреть в сторону Америки, да, то как мы, вот у нас языковой барьер, например, мы для себя это еще не решили, как это сделать. Может быть, у вас это все будет проще. Значит, вот пример, опять же, это накидка для кормления. Я ввожу, я хочу купить накидку для кормления. Я ввожу в поиск, да, covered goods, она так и называется. Первыми высвечиваются люди, которые правильно себя назвали. Бинго, я к ним пойду в первую очередь. Дальше идут хэштеги. Не очень, да, популярный хэштег, но тем не менее. Я на него нажимаю и я попадаю вот сюда, это топ публикации. Вот 9 фотографий, которые находятся в топе. Дальше идет лента, то есть все эти 5900 фотографий. Там я прокручу недолго, у меня не хватит, ну не хватит просто как терпения всех посмотреть. Я в первую очередь буду смотреть вот здесь. И дальше я пошла вот к этим cover goods. Они, кстати, здесь вот этот топ практически весь занимают. И дальше я к ним пошла в аккаунт, вот фото их аккаунта, вы видите, да, 90% это пользовательский контент. Вот это все пользовательский контент. Это очень круто, это практически в любом американском аккаунте. Причем более половины этого пользовательского контента куплено, да, то есть это блогеры, блогеры, которые имеют 20-30 тысяч подписчиков, они навряд ли с ними работали по бартеру, то есть они, скорее всего, заплатили им какие-то деньги. Вот, это хороший метод продвижения в Инстаграм, когда каждый день какой-то не очень большой блогер постит вашу рекламу. У нас в России есть такой плейпад, они продают китайские игрушки для детей, ну, типа этого планшета. Вот они продвигаются только так. У них хорошие продажи, не знаю, не по-наслышке. Ну, и как вы можете получить еще органический трафик? Это вот, если вот например Саша Шпак, вот смешно-смешно, но чувак отметил недавно миллион подписчиков в своем аккаунте. Он вообще никак не продвигает тебя, он не рекламирует тебя нигде, у него этот миллион набрался органический, причем это было в начале августа, а сейчас у него уже миллион сто, то есть не прошло и месяца, у него уже еще сто тысяч привалило. Это очень круто. Как он зарабатывает? Он вообще нигде не работает, он блогер. Он зарабатывает на рекламе. У него, конечно, реклама не каждый день, потому что не каждый решится к нему пойти порекламироваться, но тем не менее, я думаю, что он зарабатывает хорошо, путешествует, ну и так далее. Вот эта девушка Мария, духовное лицо, это девушка с Украины. Обязательно зайдите к ней в аккаунт, эта девушка делает очень крутые видео. Значит, аккаунт, сам аккаунт Инстаграма, он каждую неделю постит лучшее фото или лучшее видео. Вот однажды Инстаграм выбрал ее видео как лучше и запостил у себя в аккаунте. Девушке привалило сто тысяч где-то, но у нее было больше, она просто себя не продвигает. И она вообще молодая, учится, по-моему, в прошлом году она еще в университете училась. И, значит, она стала известна на весь мир. Что произошло дальше? А дальше, да, она стала продавать рекламу, но у нее, кстати, рекламы не так много. Она начала получать от глянцевых журналов заказы на рекламу. Она делает видео для глянцевых журналов. Это очень круто, зайдите обязательно, посмотрите. И вот еще я привела пример. Ко-Ко-Ко это ресторан. Это органический трафик, они тоже себя никак не рекламируют. Это ресторан Матильды Шнур, жены Сергея Шнура. Ну, кто в России, тот знает, да, кто это. Сейчас вот они этого уже не делают. Если хотите посмотреть, как они продвигались, нужно откатиться где-то к зиме. Там, значит, фото, ой, вернее, видео еды, круто снятые, круто снятые видео, и описание этой еды под фото. Вот почитайте это описание. Реально читаешь, и у тебя начинают капать слюни, ты хочешь немедленно попасть в этот ресторан. Посмотрите, у них все пользователи друг друга отмечают с комментариями посмотри, 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 и они вот так вот раскрутились. То есть если вы что-то делаете необычное, да, у вас какой-то крутой контент, ну там, либо вы сам необычный человек, вот эти, кстати, товарищи в Инстаграме крут-труги, там, вообще туда не плюнь, они есть, они все имеют много подписчиков, и все продают рекламу. Ну, давайте дальше. Значит, масс-фолловинг, где-то подписка на свою циан. Значит, ребят, когда говорят, мы подписываемся руками на тысячу подписчиков, да, то есть, типа, Инстаграм банит за масс-фолловинг и так далее, поэтому мы подписываемся руками. Ну, это вообще бред. То есть, вам нужно собрать базу, там, в тысячу, я не знаю, сколько подписчиков, и каждый день на них сидеть руками подписываться, да. Ну, как бы, вот я смотрю на этих людей и думаю, наверное, вам стоит вообще посмотреть на свой бизнес в целом, там, что-то в бизнесе не так, у вас откуда столько времени сидеть, подписываться. Вот, поэтому пользуемся мы, конечно же, сервисом. Лимит подписки в сутки это тысяча аккаунтов, то есть, на большее у вас забанят. Лимит всех подписок это 7500. Не советую я вам подписываться больше 6000, не надо испытывать судьбу. Но, кстати, вот в Америке звезды тоже москвулят, вот я вчера только видела у ту респейлинг, у нее там 7 с чем-то тысяч подписок, то есть, она даже лимит превысила. Конверсия от массфоллинга это от 1 до 5%, сейчас 5%, ну, я не знаю, кто это, бог массфоллинга, наверное, кто имеет эти 5%, но даже если вы имеете, по сути, это 50 человек в день, на вас подпишутся, а вам надо как минимум 10 писать. Ну, вот сколько вы дней будете подписываться там, да, не очень это эффективно, варианты массфолла это по подпискам конкурента, по активным пользователям конкурента, по хештегам и так далее. Вот смотрите, по подпискам, у меня 121 тысяча пользователей, вы мой конкурент, да, вы спарсили мою базу, ну, даже ее отфильтровали, получили какое-то количество, даже 50 тысяч. Во-первых, сколько вы будете на них подписываться, во-вторых, среди этих 50 тысяч половина людей уже, которые купили, им уже не надо, они просто любуются моими работами и так далее. То есть, ну, это не эффективно, я считаю, что это неэффективно. По активным пользователям это лайки, комменты конкурента. Значит, скажу так, что у большинства магазинов Инстаграма это купленные вещи, и лайки, и комменты. На кого вы там будете подписываться, да, тоже вопрос. По хештегам это вообще отдельная тема, хештеги простые пользователи, если используют, то это в очень малом количестве. В основном хештегами пользуются магазины. И, соответственно, там вы спарьте эти базу 50 тысяч из них реальных пользователей будет очень немного. Все остальное это будут магазины. Мы пользуемся массфорнингом, но мы, у нас есть секретный метод, он очень хитрый, не расскажу его. Сейчас о нем очень мало народу знают, поэтому вот не буду распространяться. Возможно, сами до него дойдете. Сервисом, которым мы пользуемся, это сервис Толеграм. Это российский сервис. Этих сервисов очень много, но Толеграм, он, как бы, я считаю, самый надежный. Это мое мнение, не знаю, кого там банят с этим, я не сталкивалась. Со всеми остальными сервисами очень часто банят. Толеграм, он часто обновляется, стоит он где-то, по-моему, 1400 рублей в месяц. В Америке, значит, эти сервисы уже сейчас строго запрещены. То есть, вот какое-то количество месяцев назад, там, 3-4, гремел грунт в Америке, и все эти сервисы закрылись. Поэтому серьезного сервиса по масс-фолловингу в Америке нет. И даже не пытайтесь пользоваться, вас сразу забанят там. На американском аккаунте Толеграма мы проверили. Кстати, вот у Толеграма еще есть там облачный сервис. Какой-то там период бесплатно, по-моему, что-то такое. Можете просто зайти, попробовать. И что, что, что еще? Ну, все, наверное, по масс-фоллу, то есть, пользоваться можно, большой конверсией, не ждите. Реальные клиенты вам, к вам потянутся, только если это будет изощренным способом. Просто вот такими способами реальных клиентов вы не найдете. Это только просто количество ваших подписчиков. Так, ну ладно, вроде все, давайте дальше. Неофициальная реклама в Инстаграм. Значит, вот фотография Хильди Осланд, это австралийская модель, все американские магазины у нее рекламируются. Ну, это просто как пример, вот смотрите, у нее вся реклама, каждый пост, ой, весь аккаунт, каждый пост это реклама. Вот, за каждый пост я заплатила, у нее весь аккаунт такой, где-то 5 тысяч долларов, по-моему, стоит, нормально зарабатывает она. Вот, значит, и начнем мы с звезд. Правильно подобранная звезда это ваш путь в большой мир Инстаграма. У нас очень большой опыт работы со звездами в России, очень много негативного опыта. Единственная звезда, которая, скажем, нам дала путь, это Ксения Бородина. После ее рекламы у нас был приход 8 тысяч подписчиков, в первые два часа мы продали на 400 тысяч. Это сколько? Это почти 5 тысяч долларов. 400 тысяч рублей. Не могу быстро соблюдить, сколько это долларов. 6 тысяч, 6700. Первые два часа мы продавали только с Инстаграма, телефон ложился три раза. Это был вообще просто трэш. Пост у звезды, он имеет еще такой пост-эффект. Звезды никогда не удаляют эту рекламу, это же типа их контент, они же типа не рекламят, они же полезность делают, вам рекомендуют, поэтому ваш пост остается в ленте звезды, и какое-то время еще по нему будет идти трафик. Значит, мы продавали еще плюс где-то месяца три. Почему я знаю точно, что от нее? Потому что люди, они как завороженные. То есть мы продавали только то, что прорекламировала Ксения Бородина. Ребят, у нас огромнейший ассортимент, куча вообще расцветок, люди вообще даже ничего не смотрели. Мне нужно то, что у Ксении Бородины. Вот так звучало. И это еще продолжалось месяца три. Реклама у нее стоила 150 тысяч, сейчас, кстати, у нее стоит 300 тысяч, подросла она уже. Окупилась она вообще там буквально в первые два часа. Но к Ксении Бородину тщательно подбирали мы и уже имея негативный опыт. И к такой работе нужно готовиться. То есть вы должны иметь товар в первую очередь, чтобы его продать, потому что к вам хлынет поток, а если у вас товар закончится, был такой опыт, вот тоже Бородину рекламировались люди с Family Look одеждой. У них лег склад в первый час, и все. Остальные люди что? Ну они пришли, попросили продайте, но ничего не продали, нету больше склада. Ну как бы все, то есть это неэффективная работа. За звездой нужно следить, ее нужно тщательно подбирать по целевой аудитории, потому что можно отдать много денег и как бы профукать. У нас были такие случаи, и не один такой случай, не хочется вспоминать, но такое есть. Вот, посмотрим в сторону Америки. Такие звезды тоже есть, значит, ценник, но вот тут вот хуже, что реальные звезды в Америке это звезды мировой величины, там ценник космос, то есть вот если мы берем этих звезд, Ким Кардашьян, Хлоа Кардашьян, Бритни Спирс, Селена Гомес, там вообще космос ценник 200-ти, вот у Хлоа Кардашьян 200 тысяч долларов, у Селены Гомес 600 тысяч долларов, у Ким Кардашьян там 500 тысяч долларов, ценник нереальный, да, вообще для нас с вами, по крайней мере, хотя если вы зайдете в нем в аккаунт, у них там рекламы полно, то есть бренды им платят, но мы с вами этого позволить не можем, в их сторону пока не смогут, чуть попозже, значит, вот такие звезды, как Ториспеллинг и прочие, цены где-то 5 тысяч долларов, вот это средний ценный, вот 5 тысяч долларов, это миллионники, но это приемлемо, не знаю, ну, вот по крайней мере, если у вас продукт, который, да, вот может, может рекламировать вот такая красивая девушка, их таких очень много в американском инстаграме блогеров, у меня, например, детская ниша, да, вот эта девушка не может фотографировать, рекламировать мой товар, там у нее нету такой целевой аудитории, я вот для себя пока не нашла ту звезду, которая может меня вывести в жизни, вообще сейчас, вот мы в России, например, уже очень редко, когда ходим к этим звездам по одиночку, то есть есть там разные способы зайти совместно несколькими людьми и вот эту стоимость рекламы разделить. Блогеры, в принципе, то же самое, что и звезды, но как бы с менее, с более приземленным ценником, значит, в Америке очень распространена реклама у блогеров, и очень много бирж. Вот я вам привела вот эту биржу, там можно посмотреть просто примерный ценник, примерный ценник это 100-100 долларов средний ценник блогера. Значит, дальше, можно делать рекламу в магазинах, магазины тоже и в Америке, и в России, вы можете спросить у хозяина магазина, можно ли у вас делать рекламу. Вот, единственное, что я вот написала здесь, и здесь шут-аут. Почему? Так называется в Америке, у нас называется это реклама, а в Америке это называется шут-аут. Значит, мы когда начали писать американским магазинам, пабликам, можно ли сделать у вас рекламу, то есть мы называли это advertising, они нас просто не поняли, что мы от них хотим. Потом вот Наталья Петрова нам подсказала, и там уже я залезла в эти американские группы, я уже увидела, что у них это называется шут-аут. То есть рекламный пост в их ленте называется шут-аут, что в паблике, что в магазине. В магазине очень хорошо рекламироваться, потому что там собрана платежеспособная аудитория, которая покупает, это лучше, чем в паблике. Вот. Но магазины и паблики нужно подбирать по активности. То есть там это тоже очень сложная система, но не то, что сложная, но на нее нужно обратить внимание. В паблике в Америке развитая эпоха. Значит, у нас в России мы покупаем рекламу, это вообще там паблик на паблике и пабликом погоняет. В Америке почему-то это не развитие, не знаю почему. И получается, что столкнулось с такой темой, что вроде бы паблик рассчитанный на американскую публику, но если вы залезли туда в подписчиков, то там подписчики со всего мира. Если вы продаете только на Америку, они вам в принципе это не нужны, то есть вы деньги потратите зря. Поэтому нужно в паблике всегда запрашивать статистику, статистику по аудитории и статистику по активности. Я вам сейчас в следующем слайде покажу, что это. Значит, в Америке очень много пабликов, которые маленькие, 20-30к. Эти паблики созданы индусами. Они активно продают рекламу, реклама стоит 10 долларов. И значит, когда у них спрашиваешь, какого у вас контингента, они говорят, Америка тире Индонезия, там 90% Индонезии, 10% Америки. Вот, индусов, кстати, очень много в американском Инстаграме, но людям тоже как-то надо жить. Они продают рекламу, они накручивают подписчиков, накручивают лайки, в общем, занимаются всем чем угодно. Ну, понятно, что не стоит с ними связываться, но надо на них не напороться. Средняя цена в паблике американском, в которой уже 100-300 тысяч, это 100-150 долларов. В принципе, это дорого. Вот я посмотрела на отдачу, отдача плохая. Поэтому, скорее всего, что там они рекламируются. Дальше идем. Взаимный пиар. Что такое взаимный пиар? В Америке это называется guest posts. Это когда вы договариваете с каким-то магазином или блогером в какое-то определенное время и размещаете. Вы размещаете у себя в ленте его пост, а он размещает у себя свой пост. Таким образом у вас происходит взаимный пиар. Гест пост. Вот в России это очень развито, в Америке это мало развито, но это можно предлагать и они это используют. Мы у себя как делаем? Мы договариваемся на ночь, то есть ночной репост. Мы в 22 часа выставили, утром удалили. Это работает неплохо, да, это бесплатно. То есть вы делаете свою рекламу бесплатно. Но вы это можете сделать только с тем магазином или блогером, у которого столько же подписчиков, сколько у вас. Не пытайтесь, если у вас 100 подписчиков, не пытайтесь пойти к магазину, у которого 100 тысяч и попроситься с ним на взаимный пиар. В лучшем случае над вами посмеются. Так, едем дальше. Вот это статистика с моего российского аккаунта. Значит, вот обычный пост, это он имеет охват 8-10% от ваших подписчиков. охват 9, ну вот так, примерно 10%. Значит, обычное продающее видео сразу же, да, которое, вот это видео я выбрала, оно такое, вообще никакое, можно сказать, да, просто быстро сняли товар и выложили, и оно априори уже сразу имеет больший охват, то есть 10-15%. Хорошее продающее видео будет иметь еще больший охват. Здесь, значит, на этом видео был человек, ну и там чуть-чуть наш маркетолог заморочил сценарием, два человека там, по-моему, на видео было. Вот это вот статистика, вчера девочка делала, я делала девочке, ну в своем аккаунте рекламу, вот девочка хорошо подготовилась, дала на рекламу видео и получила вот такой вот охват. Вот смотрим сюда, сохранение, то есть тот человек, она осталась очень довольна. Вот эта вот статистика должна быть примерная, когда вы идете рекламироваться в паблик. То есть в паблике у вас если так, ладно, сейчас дальше скажу, смотрите, дальше, вот это наши два поста для поднятия активности. Это обычный пост поднятия активности сразу видите, да, как люди взаимодействуют. То есть охват становится больше, когда у вас больше комментариев и больше лайков. Соответственно, охват увеличивается и вас Инстаграм начинает показывать большему количеству людей. И вот это очень крутой пост поднятия активности. Вот один раз у нас получилось так сделать, 50% мы набрали, там вообще очень круто получилось, там куча комментариев и так далее. Так вот в паблике для того, чтобы на рекламе иметь вот такие вот показатели, ну или хотя бы такие, у них должна быть у поста вот такая вот статистика. Потому что рекламный пост и продающий он имеет в два раза меньше охвата, чем обычный, да, каждый пост в паблике это пост считайте поднятие активности. То есть это легкий пост, с которым в принципе люди должны взаимодействовать. Поэтому как минимум вот такие показатели в паблике должны быть. Хорошо бы, чтобы они были такие. Тогда вы зайдете на рекламу и получите результат. Вот если вам показывают обычного статистику обычного поста в паблике и она вот такая вот, пронесуйтесь. Вы с рекламой вообще ничего не получите. Все, идем дальше. Значит, giveaway. giveaway это самый мощный инструмент продвижения в Инстаграм. С одного giveaway идет приход от 1000 до 100 тысяч подписчиков. Самый большой giveaway в истории Инстаграм, который я по крайней мере знаю, это 260 тысяч подписчиков от него giveaway и это за неделю. Это очень круто, к сожалению, я придумала, придумали мои конкуренты. Ну, ужас, да, там, локти себе кусало, но вот так случилось. Значит, время giveaway от одного дня до двух недель. Есть долгосрочный giveaway. Долгосрочный giveaway делать бессмысленно. После двух недель человек уже теряет интерес, он забывает, он начнет отписываться от вас. Долгосрочный giveaway можно делать только в том случае, если вы делаете промежуточные розыгрыши. Каждую неделю, например, каждые две недели. Тогда можете идти в долгую, но каждую неделю удалить какой-то приз одному из участников. Вот такой giveaway, я знаю, успешно только один это хэппик у нас проводил, люди зашли с колясками, набрали за весь период, они год, чуть меньше года они проводили, но там сложная схема у них была, в конце ты мог выиграть автомобиль. Вот они там с нуля поднялись до 100, наверное, тысяч, может, чуть меньше, проводя такой giveaway. Каждую неделю они дарили подарок. Спонсор может быть один, вы можете сами провести giveaway, спонсоров может быть 20, 30, 50, сколько угодно. Но оптимальное количество это 20. Уже неоднократно замечено, что когда больше 20, ну вот вы себе представляете, подписываетесь, обязательно ваше условие это подписка. Вы подписываетесь на 20 магазинов, что происходит с вашей лентой? Ваша лента засрана, по-другому это не назовешь. Вы не видите ни своих друзей, никого, вы видите только продающие посты этих магазинов. Это конечно очень удручает пользователей, поэтому на 50 подписок они решаются редко. И вот месяц назад проводился розыгрыш BMW, разыгрывали BMW, пятерку по-моему, по-моему, пятерку. Было 50 спонсоров, потому что приз огромный, по 50 тысяч они скидывались. Мало, маленькое количество пришло к ним, 50 тысяч, даже 50 тысяч они не набрали. Люди прикинулись с деньгами, результат получили нулевой. Еще скажу, что не проводите гивовые у себя в профиле для своих подписчиков, если у вас меньше 30 тысяч. Но это вообще не имеет никакого смысла. То есть это не даст вам никакой прирост, вы просто подарите приз одному из своих подписчиков. Не проводите гивовые с репостами, во-первых, это запрещено Инстаграмом, во-вторых, сейчас уже люди на это не ведутся, не хотят делать лишние действия, то есть условия должны быть максимально просты. Вот лучше подписался и все, максимум отметил еще одного друга, поставил лайк. Это максимум. Все, люди не хотят много делать. Цели. Значит, могут быть разные цели, как для увеличения подписчиков, для увеличения продаж, поднятия активности, повышения узнаваемости бренда. В общем, цели могут быть разные. Но по сути, любой гивовый дает большой приток подписчиков и дает очень хорошие продажи. Но будут очень хорошие продажи у вас, если вы попали в свою ЦА. А попасть в свою ЦА можно только одним способом, это подарком. То есть вы должны подобрать подарок под свою целевую аудиторию. Вот сейчас простой пример. Мы всегда ходим в гивовый с колясками, с дорогими колясками. Почему? Потому что наша целевая аудитория хочет себе дорогую коляску, но не всегда может ее себе позволить. Это основное желание нашей целевой аудитории. Но в Инстаграме самый хороший приз, который больше всего приносит подписок, это айфон. Бешено люди просто бегут на айфон. Ну, кто бежит? Это бегут молодые девушки, которые вообще даже еще не замужем, а учатся в университете. Если это ваша целевая аудитория, разыграй телефон, круто будет. Если это не ваша целевая аудитория, вам зайдет много человек, тысяч пятьдесят зайдет, наверное. После ГИВВ они все выйдут. Никакого эффекта вы не получите вообще. Поэтому подарок нужно подбирать под свою целевую аудиторию. Правила должны быть четко сформулированы. То есть вы должны у себя написать, что должен сделать человек и в каком случае он получит приз. Это обязательно. Если вы этого не сделаете, то потом у вас там столько негатива посыпется. Но даже мне это самое страшное, потому что весь негатив в Инстаграме удаляется в один клик. А самое страшное то, что они начнут жаловаться. Вот когда массовые жалобы, тогда вас заблокируют. Там уже сложнее будет восстанавливаться. Значит, в ГИВВ я советую использовать хештеги. Потому что любой пост с ГИВВ это хорошая активность. И, соответственно, ваш пост продвигается. Если он будет по хештегам, значит, люди его будут видеть. И это вам даст дополнительные подписки. Какая активность? Обычно люди всегда пишут под постом участвую, 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 хочу, хочу, хочу. В Америке пишут дан, дан, дан. Значит, как продвигать? Можно, конечно, вообще не продвигать, но вот мы всегда ходим в ГИВВ с рекламой. Вы зашли, уже потратились, но потратите какое-то количество еще на рекламу, вам придет больше людей. Значит, если вы участвуете с партнерами, то обязательно все партнеры должны запостить этот ГИВВ. И таким образом вы обменяетесь подписчиками. Обязательно нужно держать и проговаривать в топе. Что такое топ? Это когда вы запостили у себя что-то в ленте и больше не перекрываете. Но топ максимум два часа. Вообще жизнь поста в Инстаграме это два часа. После двух часов он теряется в ленте, он уже не имеет никакого смысла. То есть только два часа достаточно. И, естественно, что в течение ГИВВ вы должны этот рекламный пост, ой, пост ГИВВ обновлять. Соответственно, чтобы те подписчики, которые не увидели в прошлый раз, они увидят в этот раз. Ну и как оформить ГИВВ? Обычно на ГИВВ всегда пишут ГИВВ, чтобы сразу это бросилось в глаза и видно. Прямо на самой картинке мы пишем ГИВВ или получи бесплатно. Ну в Америке вы так не напишите не получи бесплатно, не дарим никак. Только ГИВВ. Вот. Что хочу вам показать? А, сначала нет. Вот этот вот вот этот вот ГИВ, который набрал 260 тысяч подписчиков, это его начало. Они продекламировались у Бородиной и это загнало их, загнало основную аудиторию. Разыгрывали они коляску в стоке. Вот смотрите, Бородину буквально там подняли с кровати и вообще не расчелся. Но вообще пофиг, как она выглядит. 160 человек зашло сразу от Бородиной, потом они пошли к Хелькевичу, сходили к кому-то еще. И в общей сложности это было 260 тысяч. Очень круто. На Бородину они скинулись, соответственно, и на приз тоже. Это американские ГИВВ. Вот в Америке они жмотят призы на самом деле. Это самые распространенные ГИВВ. какие-то там спонсорами. И что они дарят? Они дарят 700 долларов, то есть это сумма каждого магазина. Каждый магазин там, например, дарит по 50 долларов на покупку в своем магазине. Вот мы начинаем. Мы заходим в Пурланг. Как он выглядит? Мы заходим в Пурланг. У Пурланга, значит, в ленте вот этот вот анонс. В них написано Next. То есть следующий участник это вот этот, да, Лоренко. Кстати, фиговое название, видите, вообще нечитаемое. Как его запомнить? Вот правило. Значит, американцы обязательно пишут вот эту вот штуку. Сейчас я вам покажу. Not sponsored в Инстаграм. На самом деле мы тоже раньше писали, но это, по-моему, все фигня, но американцы пишут. В общем, не суть. Короче, текст вообще можно зайти в них полностью, скопировать, да, чтобы не тратиться на переводчиках. Значит, мы нажимаем на вот этот профиль и переходим сюда. Находим в этом профиле такой же пост, видим Next, подписываемся, соответственно, находим Next, Lily Baby, нажимаем на Lily Baby, переходим в Lily Baby, подписываемся на Lily Baby и Next у нас The Olive Ball. Значит, и опять то же самое. Итак, пока мы не вернемся вот сюда. где начали. Вот это чистый обмен подписчиками. Это самый распространенный EWV в Америке. Наш основной конкурент, вот он вообще с них не вылазит. Сейчас наш основной конкурент имеет почти 300 тысяч подписчиков. У него один заканчивается, сразу другой начинается. Один заканчивается, другой начинается. Они уже просто, у них уже нет законченности профиля, с которыми они могут обмениваться подписчиками. и они уже пошли даже берут к себе в EWV спонсоров, у которых там 10к, 15к, вообще малышей. Но в целом вы не попадете в такой EWV, пока вы не наберете там 100 тысяч. То есть у вас должно быть столько же подписчиков, сколько и у них. Тогда вы будете для них интересны. Вот. Соответственно, этот EWV они нигде не рекламят абсолютно, он им практически ничего не стоит, приз фиговый на самом деле, но идет хорошо. Вот мы видим, нравится 4 400, 2 400. То есть в среднем 3-4 тысячи за этот EWV новых подписчиков они набирают, что в принципе не плохо. Поехали дальше. Официальная реклама в Инстаграм. Значит, ежемесячно, это тоже официальная статистика, ежемесячно 1 миллион рекламодателей делает рекламу, официальную рекламу в Инстаграме. Офигеть, какая цифра, об этом тоже стоит думать. То есть если все туда идут, значит, это не просто так. Вот так вот выглядит пост в вашей ленте. Значит, спонсорить, да, и вот здесь призыв к действию. Здесь будут две строчки, всего лишь которые видны. Весь остальной текст, видимо, в ленте не будет. То есть вам нужно уложиться в две строчки. Какие виды бывают? Продвижение поста. Я не рекомендую этим заниматься. Это вообще ничего не дают. Мы тестировали в России, в Америке, вообще ничего не дают. Люди просто видят ваш пост в ленте. Максимум, что они делают, это лайкают. Они не заходят в ваш профиль, никакой активности. Но это дорого. То есть пролайкать можно и другими, более дешевыми способами, и ваш пост залетит в топ, чем продвигать его с помощью Инстаграма. С моей точки зрения вещь бесполезная. Таргетированная реклама. Значит, вы можете запускать официальную рекламу в Инстаграм только с рекламного кабинета Фейсбука. Это то же самое, что Фейсбук вы запускаете, что Инстаграм. Абсолютно то же самое. Выбирайте просто другой плейсмент и таргетированная реклама. То есть это когда вы выбираете аудиторию. Я бы назвала это холодная аудитория, холодная реклама, и эта реклама самая неэффективная, по крайней мере, в Инстаграм. Смотрите, значит, мы выбираем цели, мы выбираем интересы, мы выбираем что там еще, геопозицию, возраст, все прочее. Да, это все прекрасно, но теперь следует задать следующий вопрос. Откуда вся эта информация берется? В Инстаграме нету полей даже для заполнения этой информации. Откуда берет Фейсбук эту информацию? Он берет ее с Фейсбука, но для того, чтобы он ее взял из Фейсбука, у вас должен быть связан Инстаграм и Фейсбук. Ну, обычный пользователь, я не знаю, это очень маленький процент, это делает, чтобы связать свою страницу Инстаграм с Фейсбуком. Не будет этого делать обычный пользователь. Соответственно, откуда он берет эту информацию, сам Фейсбук не говорит. Ну, откуда-то, видно, берет, но я вам скажу так, что когда началась официальная реклама в Инстаграме, у нас в России, да, запустилась, если бы выбирали какие-то интересы, то вы вообще не получали никакого результата. Ноль. Вот реально ноль. То есть реклама начинала работать только если бы выбирали женщин или мужчин, ну и возраст. Вот тогда реклама начинала работать хорошо и реклама, в принципе, в официальной рекламе круто работает в Инстаграме. Но ее надо правильно настроить и не спустить денег. Что можно сделать в Инстаграм? Это индивидуализ... Что можно применить? Это индивидуализированная аудитория, это ваш трафик, да, то есть вы выгрузите ваш трафик с сайта, это вы выгрузите ваши электронные адреса с Амазона, это та аудитория, которая взаимодействует с вашим профилем в Инстаграме. Вот на эту аудиторию рекламироваться хорошо и недорого. И потом по этой аудитории вы создадите похожую аудиторию. Фейсбук очень умная машина, она подберет вам очень хорошо и реклама у вас будет и недорого, и очень качественная. Я всем рекомендую, вот смотрите, как мы ведем свою политику. Мы не рекламируемся в пабликах, мы рекламируемся в пабликах только ГИБВМ. ГИБВМ в официальной рекламе делать нечего. Мы запускаем только уже давно, рекламируемся только официальной рекламой. Прекрасно все работает, мы как бы, у нас, ну вот в России, по крайней мере, мало кто использует официальную рекламу. А, кстати, в Америке тоже вот такие магазины, которые там по 100, 200, 300к, они мало пользуются этой рекламой. То есть конкуренция не такая уж и большая, вы хорошо зайдете и хорошо получите хороший результат. Формы такие же, формы рекламы такие же, как в Фейсбуке. Фото, видео, кольцевая галерея. И единственное, чего нет в Фейсбуке, да, это реклама в Инстаграм-Сторис. В Инстаграм-Сторис, это вот вообще функция только недавно появилась, и там вообще нету конкуренции. Вот протестите, круто заходит, вам понравится. И вообще вот я вам советую протестить плейсмент в Фейсбуке, плейсмент в Инстаграм. Вот знаете, кто это сделал, все говорят, все отказываются от Фейсбука. То есть в Инстаграме дешевле и эффективнее. Может, у вас, конечно, другие результаты будут, но я пока не слышала о таких результатах. Вот. Если вы настраиваете рекламу и на Фейсбук, и на Инстаграм, то два отдельных объявления делайте. Не надо выбирать в одном объявлении два плейсмента. Ставка заклик будет намного дороже. Так, погнали дальше. Вот это бомба. Бомба замедленного действия. Значит, функция в шопе была. Она пока недоступна, ее Инстаграм только тестирует. Что это такое? Сейчас тестируют ее только в Америке на 20 известных брендах. Вот Варби Паркер, это один из брендов, на которых проходит этот тест. Это когда вы сможете продавать прямо из ленты Инстаграма. Все, когда эта функция подключится, это будет вообще бомба. Я не знаю, мы все это ждем, потому что эмоциональная покупка будет осуществляться вообще в секунды. То есть человеку понравилось, он сразу же зашел, купил. Вот так это выглядит. То есть вы заходите в ленту, видите, коснитесь, чтобы посмотреть, нажимаете, вам высвечивается цена. Если вам все хорошо, вы нажали, вам высвечивается описание, вы нажали в магазин, все, купили. Инстаграм уже давно тестирует эту функцию. Я уже с 2016 года. Они скоро запустят, это точно. Первое, где они запустят, это в Америке, но нам, в принципе, с вами сейчас это интересно. Потом эта функция пройдет по всему миру. Весь Инстаграм ее ждет, вот вы просто себе не представляете, что случится. Сейчас в Инстаграме в России очень большая конференция. Просто огроменная конференция, идет уже жесткая борьба, каждый раз придумываются какие-то новые методы, и вообще я вам скажу, например, сейчас придумали инсталаги, это вот в российском Инстаграме, загнали туда подписчиков, закрыли аккаунт, и в этом аккаунте российские звезды, российские звезды, значит, поют, развлекают подписчиков, и между ними разыгрываются деньги. В Америке такого нету. В Америке нету жесткой конкуренции, и вход в Америку сейчас очень хороший, он дешевый. То есть вы можете зайти с минимальными вложениями. Когда заработает вот эта функция, вход в Инстаграм в американский будет намного дороже, потому что все, кого там не было, сразу же туда попрутся, потому что продажи взлетят. Вот это вот к бабке не ходили. Поэтому, если вы еще не в Инстаграме, да, заходите. Сейчас это очень хорошая возможность. Ну и все, заканчиваем Инстаграм и Амазон. Что вам даст Инстаграм? Во-первых, Амазон есть в Инстаграме. Мы видим, сегодня только запостила вот этот скриншот. Это один миллион, один миллион подписчиков. Зайдите в стори, классный стори, кстати у них. То есть, Амазон знает про Инстаграм, и он там активно развивается, да, он не оставляет его без внимания. Вы можете с помощью Инстаграма для Амазона получить внешний трафик. Вы просто ставите ссылку и гоните людей на Амазон, увеличиваете свои продажи. Это независимость от Амазон. Смотрите, второй случай, почему мы пошли в Инстаграм. Нам на Амазоне заблокировали финансовый аккаунт. То есть, месяц мы не могли получать деньги. Мы были в шоке просто. Вы себе не представляете, что тут творилось. То есть, мы даже не знали, нам не говорили, что вы через месяц получите деньги. Нам говорили, мы не знаем, когда мы вам откроем эту функцию. Связаться по финансам, кто сталкивался с этим, вообще нереально. И что получается? Мы месяц сидели, вот три года жизни реально ушло. Мы продаем, но деньги снять не можем. Мы не можем сделать новые отправки. Мы ничего не можем сделать. Мы сидим без денег. В итоге мы пошли, взяли кредит и как бы пришлось нам допложиться. А по сути, если бы у нас был еще хотя бы хоть один источник, в котором мы могли бы продавать, мы это могли бы избежать. И поэтому все-таки от Амазона нужно как-то чуть-чуть независимость обретать свою. В Инстаграме вы легче раскрутите, чтобы вас потом искали на Амазоне. В Амазоне бренд раскрутить достаточно дорого. Свой сайт вы можете легко продвинуть. Вывод включает клуб. Сейчас быстро говорю, значит, что мы сделали. Вот этот ваш известный вихрь, мы то же самое сделали только в Инстаграме, а не в Фейсбуке. Значит, чтобы не быть, чтобы не быть копировой, давайте его назовем не вихрь, а торнадо, чтобы не обижать, да, людей, которые это придумали. Но не суть. В общем, мы раздали купоны. Один купон у нас двигал две позиции. Мы выбрали самый, 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 непродаваемый у нас товар. С 56-го места за два дня мы его передвинули на 12-е. Вот. И, ну, как обычно, да, Амазон индексировал три дня, через три дня мы увидели свой товар на 12-м месте. что случилось еще? Это самый непродаваемый у нас товар. Мы специально выбрали, чтобы можно было тестировать. Но он у нас стал самопродаваемым в тот же момент. То есть мы его весь распродали, и более того, у нас никогда этот товар не покупали с Россией, и у нас погнали отправки с Россией. Мы просто в шоке были. Мы сейчас будем этим пользоваться. То есть это очень, получается, намного дешевле, чем рекламироваться на Амазоне. Вот. Дальше мы решили чуть поумничать. И сначала мы настраивали на американские, на американскую аудиторию, а потом мы решили поумничать и настроили на индусов. Получили дешевые клики, но индусы ничего не делали абсолютно. И мы, то есть они заходили максимум в корзину, да, и мы просто потеряли позиции на этом. То есть мы откатились к 16-му месту. Хотя стоимость клика была 2 рубля, что было очень заманчиво, но это не сработало. Ну и с помощью Инстаграма вы сможете раздать товар. Да, вообще никаких проблем, когда только зарегистрировались, начали выкладывать первые фотки, нам в директ посыпались запросы. А вы не хотите раздать свой товар бесплатно? Мы вам сделаем отзыв. То есть как вам надо, так и раздадите. Вообще никаких проблем. Всё. За кулисами Инстаграма. Это последний мой слайд. Значит, никто не знает, да, практически никто не знает, что Инстаграм имеет обратную сторону. Это целый мир. То есть мы все магазины, блогеры Инстаграма, мы все связаны между собой, общаемся каждый день, ежеминутно, можно сказать. Это группа WhatsApp, Telegram, в Америке это ещё Facebook. В это за кулисье попасть очень сложно. Вы попадёте только тогда, когда вами заинтересуются. Но если вы не в этом за кулисье, вы как бы не сможете хорошо, успешно и, главное, недорого развиваться. А в Америке это за кулисье тоже существует, известно это точно. Как в нем оказаться? Никак. Вас туда не примут. И меня в том числе. Вот, собственно говоря, что побудило нас провести этот вебинар. То есть мой интерес какой? Нам нужно создать это сообщество вместе с вами, с людьми, которые заинтересованы в этом сообществе и начать продвигаться совместно. Когда мы наберём темпы, американцы притянутся к нам сами. Если мы сейчас создадим это сообщество вот сейчас на этом этапе, нам надо будет показать свой товар и вместе продвигаться. Если мы сейчас это сообщество создадим, то, в принципе, я буду одна пахать, вы ничего не будете делать, потому что многого не знаете, так скажем. Поэтому мне нужно вас обучить. Вот, собственно говоря, с этой целью обучения мы и создали, и поставили за него очень дешёвую цену. 150, 149 долларов стоит наше обучение. Сегодня у вас есть возможность его приобрести за 99 долларов. То есть, если вы сегодня заявку пришлёте, 99 долларов, это вообще минимум. В этом обучении раскрою все секреты. Хотите показывать свой товар, показывайте, проверю домашнее задание. Не хотите показывать, не показывайте, не буду проверять домашнее задание, но тогда вы с нами дальше не двигаетесь. В общем, цель такая, подготовиться и пойти всем вместе. Пойти сообществом и просто взорвать американский инстаграм, заработать новый денег. В общем, так, давайте вопросы. сейчас ссылку на курс я дам. Давай по вопросам тогда пройдёмся. Вот я зафиксировал вопросы ребят. Первый вопрос, который был, это какой минимум подписчиков нужно накрутить? Это было в начале нашей презентации. 10 тысяч. Я сказала, что сейчас 10 тысяч это минимум. Евгений Дунаенко, какого плана посты нужно постить? Ребят, постов очень много вида контента. Нужно исходить из того, что вы можете постить. То есть постить нужно каждый день. То есть каждый день должна быть новая фотография. Вот из этого нужно исходить. что вы можете. Это ваш товар со всех сторон, с каких хотите. Потом это пользовательский контент, он должен быть обязательным, потому что мы идём в Америку, а в Америке это принято. И развлекательный контент, его вы можете взять везде, где вот хотите, хоть у каких-то пабликов, хоть там на Ютубе, где угодно. Но вы должны просто для себя представить концепцию, разработать план, как вы будете ввести свой аккаунт и соответственно исходить из своих возможностей. Если вы товар, нам легко, у нас товар в России, у нас есть в штате человек, который фотографирует каждый день. Если у вас товар в Америке, вы должны исходить из этого, сколько фотографий вы можете делать. И соответственно больше генерить пользовательского контента. Он у вас уже скорее всего есть, на Амазоне же есть отзывы, фотоотзывы. И ну вот примерно так. Но о контенте на самом деле можно разговаривать три часа и не наговориться. Не знаю, я ответила на вопрос? Нет? Вообще кто-то живой. меня слышно вообще? Есть, есть. Меня слышно вообще? На самом деле, да, есть люди сейчас активизировались, вопросы задают. Секунду, вот давай дальше по списку. Мария Костюкова, по поводу попадания в топ-9. Если нужно получить в самое короткое время много лайков, нужно их просто накрутить? И Инстаграм не банит за это? Нет, нет, всю жизнь мы этим занимаемся. Нет, не банят. Окей. Евгений Дунаенко, а сколько блогеры стоят? Ну мы да, я дал информацию, штатовские блогеры от 100 долларов, ну естественно, если блогеры... Ну смотри, если блогеры, вот эти вот, которые пользовательский контент, да, у которых там 10, 15, 20к, они могут стоить и не 100 долларов, а это где-то там 10 долларов тоже приемлемо. Ну вот вы зайдите на этот вот блог, я дала там ссылку, и на самом деле, Илья, кинь в чат, там вот ценники все есть, то есть вы сразу сориентируетесь по ценам. Притом, еще нужно посмотреть на стоимость вашего товара, и если вы обращаетесь к мелкому блогеру, вы можете ему сначала предложить бар. То есть вы ему просто свой товар, а он вас запостит. И если ваш товар представляет для него ценность, он согласится. Очень много таких случаев и у нас, и блогеры сами обращаются, у нас очень много обращений, когда там вот с таким количеством дайте свой товар. Если у вас, конечно, товар стоит 10 долларов, ну, навряд ли он заинтересует как по бартеру, да, блогера, вам придется заплатить. Не пытайтесь, забыла еще сказать, не пытайтесь, ребят, слушайте, подождите, вот дополни, про блогеров, про блогеров и про звезд, очень важная информация. Смотрите, весь договор с любым блогером, что в России, что в Америке, это неофициальная ваша переписка в WhatsApp, по e-mail и так далее. Вы не заключаете с ними договор. Поэтому максимально оговорите все условия, вообще максимально, в какой пользу он должен стать, какой свет должен падать, должен быть ребенок, не ребенок, что должно быть на фото. Даже хорошо будет, если вы сами свою фотку пришлете и скажите, встань вот так и покажи мой товар вот так. Это вообще супер. В какое время он должен запостить? Если вы этого не скажете, он запостит дневное время, вы получите вообще минимальную отдачу. Все условия, которые, в какой день, чтобы это была не пятница, не суббота, не воскресенье, все максимальные условия оговорите хотя бы где-то, чтобы они были зафиксированы. Очень часто блогеры и звезды кидают, то есть они не выполняют эти условия, даже если вы с ними их оговорите. Особенно звезды этим промышляют. Ничего не сделайте, вы ничего не докажете, вам деньги не вернут, будете довольствоваться тем, что имеете. Но лучше перестраховаться, есть люди приличные, и если вы расскажете эти условия, они их выполнят. Но если вы этого не сделаете, он сделает это на свой лад, и это может вообще не соответствовать вашему ожиданию. Вот. А какой вопрос был? Слушай, я читаю… Так, сейчас вопрос следующий. Выгодно ли просто продвигать товар у блогеров, не ведя своего аккаунта? Нет, не выгодно. А куда они у вас пойдут? Где они у вас купят? Этим занимаются большие бренды, когда, например, они никуда не ведут. А как вы продадите свой товар? Ну вот блогер рассказал, этот человек продает хорошую, я не знаю что, ну хороший телевизор. Блогер должен обязательно сделать ссылку, люди должны перейти на ваш аккаунт, и уже с вашего аккаунта они должны перейти на сайт. Если… Вот. Что еще не сказала, ребят? Смотрите, значит, в России, в Украине, в Казахстане, везде мы продаем, люди перечисляют нам на карточку. Очень удобно, да? То есть мы… Можно не иметь своего сайта, ничего не иметь вообще в принципе и продавать спокойно жить в Инстаграм. В Америке так не принято. В Америке продают только из официальных источников. То есть у вас должен быть там либо сайт, либо вы должны поставить ссылку на Амазон, либо если у вас вообще ничего нет, поставьте ссылку на Этси. Очень много в Инстаграме американских магазинов, которые ссылаются на Этси. Ну, то есть должен быть официальный источник, где люди могут заплатить деньги. Поэтому человек должен попасть к вам в аккаунт и потом перейти на сайт или куда вы его там проведете и там совершить покупку. Блогер ваш товар не продаст. Вот так. Да. Звезда, соответственно, валит столько денег звездей и ничего не продать, я не знаю. Феликс вопрос задает. Как бюджет от прибыли вы выделяете на Инстаграм? Или какой бюджет? Вроде как бюджет. Какой? Какой? Бюджет от прибыли вы выделяете на Инстаграм? Ну, мы мы отводим на Инстаграм определенный бюджет и считаем, сколько прибыли мы получим. Вот так. Нет, не процент. Наверное, это имелось в виду процент от прибыли. Нет, нет. Ну, тут, да, тут такой момент, что... Мы составляем... Ребят, должен быть маркетинговый план. У нас есть человек, который этим занимается. То есть, она составляет маркетинговый план. Куда мы пойдем, в какой звезде, в какой паблик, сколько мы потратим на официальную рекламу и так далее. В конце месяца она нам дает отчет, что нам принесло, какие клики, сколько заказов, какой источник нам принес. Но это нормальная работа любого предприятия. То есть, с рекламой. Как работают везде, так работаем и мы. Если вы на начальном этапе, естественно, вы можете сработать даже в убыток. То есть, на начальном этапе вам нужно вложиться больше. Но, если вы вложились правильно, вы в конце этого же месяца всю свою рекламу окупите. То есть, хорошая реклама всегда даст вам взрывные продажи. Это факт, это доказано, я не знаю, миллионами. магазинов в Инстаграме. Я так понимаю, вот Феликс спрашивает, какой бюджет. С какого бюджета можно стартовать? Вот начинать раскачивать аккаунт, о каких цифрах, скорее всего, интересуют его речи? Ну, ребят, сколько вы, какую стратегию вы выберете? То есть, вот, я сказала, что 5 тысяч долларов стоит, например, одна средняя звезда в Америке. То есть, ну вот, к 5 тысячам вы должны еще, сколько мы, мы просто все в рубля, читаем, что-то переведу, там. Ну, это, это если собраться несколько и зайти на... Да, то есть, вот вы, например, да, вы берете одну звезду в месяц, там, это примерно 5 тысяч долларов, вы там заходите еще на гибы, вы заложите, и мы тратим 20 долларов в день на официальную рекламу. Вот так. В гибы-вэе мы ходим, вот сейчас начался сезон в Инстаграме, сейчас у нас гибы-вэй на гибы-вэе, гибы-вэем погоняет, мы много денег на них тратим. Но средний гибы-вэй это 50 долларов, да, то есть, мы 50 долларов тратим вот так вот где-то. Вот сейчас у нас одновременно идут два гибы-вэя и только еще один закончился. В среднем у нас идет прирост 1000-2000 подписчиков в день. Они все конвертируют. Ну, естественно, какой-то процент после гибы-вэев есть отписки, но все, кто остаются, они потом рано или поздно конвертируются у вас в покупатели. Ну да, и тут же еще на будущее идет разговор, что мы прокачиваем бренд, и, соответственно, вот если я правильно Феликса вопрос понял, то, Феликс, ну, я думаю, что вот идут некие затраты на PPC, да, но примерно, наверное, в этих же пределах может быть меньше. Но опять же, это все индивидуально. Как заходить, да, с какими блогерами затусить, да, например, как платить за официальную рекламу, как ключи поднимать, то есть все это нужно вкупе смотреть. Так, еще вопросы, еще вопросы, копирайтеров нанимаете? Вопрос. В России нет, в Америке сейчас будем набирать, да, потому что это языковой барьер. У нас Илья знает отлично английский, он жил в Америке, он знает не то, что он английский, а американский английский, он жил в Америке, он общается вот с Амазоном, с американцами нормально. Да, ищем, ну точнее, я уже подобрал в Англии девочку, еще просто с ней не поработали, поработаем, но дадим они информацию. Обычные пользователи Инстаграм нас плохо понимают, обычно американцы, вот нам, кстати, звонят клиенты, после того, как мы начали вообще какое-то движение в Инстаграме, нам начали звонить клиенты. Кстати, еще я не сказала, что уже у нас в Америке появился оптовик, это вообще смешно, человек позвонил нам из Америки, нашел телефон на нашем сайте и уже хочет покупать у нас оптом, это вообще просто, возможности Инстаграма, это, ну, вы себе даже не представляете, насколько это круто. Да, да, этот человек пришел, кстати, я общался вчера, человек пришел именно из Инстаграма, а не с Амазона, то есть она не знала, что мы на Амазоне продаем. Так, вопросы еще. Так, 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 какой бюджет, копирайтеры, все понятно. Если, Дмитрий Вербовский, если 2-3 товара постить раз в день нереально, сколько товаров должно быть минимум? Так, если 2-3 товара постить раз в день нереально? Ну, я в принципе поняла вопрос, вообще не важно, сколько у вас товаров, хоть 1, хоть 150. Интернет-магазины заходят, да, интернет-магазины, крупные интернет-магазины, они тоже в Инстаграме, они постятся, вы видели, Амазон постит товары. Если у вас много товаров, это круто, если у вас 2 товара, 3 товара, это круто. Во-первых, у вас больше контент, во-вторых, вы можете, на Амазоне вы же не можете это сделать, да, то есть вы, если у вас человек купил один товар, вы ему как продадите второй, а в Инстаграме вы собрали подписчиков, продали им сначала один товар, потом второй товар, сколько хотите, столько постите, сегодня один товар, завтра второй, и до вечера один товар, утром второй товар, вот, но чем больше у вас товаров, тем вам легче жить. Но в Инстаграме я вот не сказала, продается абсолютно все. Вот буквально недавно я наткнулась на американский аккаунт, где люди продают бумагу, белую бумагу, можете себе представить, белую бумагу в Инстаграм, 20 тысяч подписчиков у них и очень живенько в аккаунте, вот, но я уж не буду говорить о том, что, да, продают там и мыло в виде членов, и все что угодно, короче, все что угодно вы можете продавать, и дома срубленные, и вот лишь бы было желание, все продается в Инстаграм, абсолютно все, от стоимости за доллар, до, там, я не знаю, сколько срубленные дома стоят, ну, наверное, не меньше 100 тысяч рублей. Так, да, Юрий Орехов, а если еще не было аккаунта в Инсте, он должен отстояться месяц, точка, как это повлияет на работу на курсах? Вопрос. Никак не повлияет, мы курс начинаем с 1 октября, регистрируйтесь сейчас, потом, пока вы будете, мы будем сначала, я сразу говорю, изучать свою целевую аудиторию, если вы не знаете целевую аудиторию, вы в Инстаграме спустите много денег, это, это мега важно, поэтому, пока мы приступим ко всем действиям в самом аккаунте, у вас будет отстоявшийся уже. Так, Юлия Цветкова. вот, когда сейчас закончится вебинар, ребят, не поленитесь, зарегистрируйтесь, он вам пригодится, вы потом еще вспомните меня. Так, в какое время суток лучше делать пост? Ну, была вроде информация освещена, да, это? Ну, я сказала, да, ребят, тут нужно посмотреть, нужно знать свою целевую аудиторию, времени всего два, утро и вечер, но ваша целевая аудитория в какой-то момент активна, в какой-то нет, да, вот, когда она активна, тогда и постите, если вечером, значит лучше вечером, если утром, значит утром, а еще лучше посмотрите, как это делают ваши конкуренты и скопируют. Так, Инга, Ревека, бросьте ссылку на расценки по блогерам, ну, озвучили тоже, от 100 долларов и до космоса, но можно, можно... наверное просят на вотсблок этот, скинь, у тебя есть эта ссылка на вотсблок? Да, дам ссылку, ссылку в вотсблок, есть еще фейнбит, вот, есть еще более, такие серии... в Америке это очень распространено, так, Алексей Тартачный, что делать, если аккаунт фактически нулевой, но старше одного месяца, возможно, прослушал, ну, все нормально. Идти к нам на курс и вместе будем двигаться дальше. Да. Так, Феликсу ответили, Инге ответили. Так. Свой частный акк подходит или сделать новый? У Олега вопрос. Свой частный аккаунт подходит или сделать новый? А что пусть Олег напишет, что у него в этом частном? Олег, что в частном? Можете написать? Вообще лучше сделать новый, но нет, но просто есть такая тема, если Олег блогер, очень популярная тема, и вы будете в два раза больше зарабатывать, когда вы и блогер, и магазин в одном лице. То есть вы как бы лицо своего магазина и продвигаете. К таким магазинам очень большое доверие, плюс вы еще будете зарабатывать как блогер. Вот если у вас частный паблик в таком стиле, то, конечно, тогда сюда добавляйте магазин. Ну, а если вы там какие-нибудь футочки сдачи в Костеле, то не, лучше новый создайте. Да, Олег, наверное, частный, наверное, имеет смысл оставить. Он, может быть, еще понадобится, а новый быстренько зарегистрировать. А Ферикс, брать на аутсорс, ты знаешь, пока не думали об этом. Нет, 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 это точно мы делать не будем. Ребят, это очень много времени. Вот это обучение, я вам клянусь, эта тема у нас влетала очень давно, я от нее отказывалась. На это как бы времени вообще нет. То есть максимум я вас обучу, исходя только из своей выгоды, потому что вот это нужно позарез. Просто очень дорого зайти самой, сейчас вот организовать эти все гивы, ходить к этим звездам, но мы потратим много денег. Не хочется их тратить. Вот давайте все подтягивайтесь вместе, пойдем и взорвем этот американский инстаграм. Так, Виктор Малаховский, товар только заказываю по факту, будет на Амазоне только в середине октября, в ноябре. То есть не все домашки смогут сделать, так как товара нет. Закрытую группу потом примете на постоянку. Ну, конечно, Виктор, да, да. Однозначно да. Олег, просто мой аккаунт, года два уже, я не блогер. Ну, то есть, имеется в виду, Ир, что особо не нужен. Да, ну не нужен, но удалите, конечно, удалите все фотки, переименуйте его и все, и он будет. Только единственная почта, если почта от него у вас известна, и вы знаете, если почта нету, первая почта аккаунта, это вообще вот супер-мега важная вещь, потому что любая манипуляция, это через почту. Потом, что если случится, вы просто не попрощаетесь со своим аккаунтом. Если почта известна, переименуйте, да и все. Ольга Ли, а возвраты потом не идут массово после таких эмоциональных продаж? Да вы что? У нас не было вообще ни этого возврата за свою жизнь. Так как на Амазоне, так, ребята, так как нам возвраты делает Амазон, и покупатели Амазона, нам никто не делает возвраты. Мы просто в ужасе от того, что люди пользуются и отдают. Тем более категория бэйби на возврат 90 дней. Я лично курирую кастома-совес полностью, да, и, ну, мы в ужасе просто от того, что происходит. То есть нам недавно отдали товар через 105 дней. Это вот реальный пример той недели. Нет, с Инстаграма нету возврата вообще. Ну, по крайней мере, у нас мы с этим не сталкивались, и я вообще не знаю, и коллеги мои, я ни от кого не слышала, чтобы потом люди возвращали товар в Инстаграме. Такого, в принципе, не предусмотрено. Да это просто Амазон. Амазон возвращает, а не люди нормально. Просто они приучили и попользуйся, верни, и попользуйся, потому что нам наплевать, мы филы забрали. Не, ну а что так реально есть? Там подход именно такой, скотобаза. И все, из-за этого здесь нормально все. Алексей Тардачный, у меня бизнес не на Амазоне, развиваю бизнес в регионе, в России. Пустите на курс? Да, конечно. Ну, это в виде, вот, ребят, в виде исключения, потому что, да, в России вообще я не планирую обучать, потому что это развитие. А тему еще напишите свою. Если детская тема, не знаю. У меня вопрос. Это развитие конкуренции, понимаете? Ну, может, например. В России, если я сейчас объявлю обучение, тут очередь встанет. Это будет вся очередь из моих конкурентов. Да, да, вот так. А вопрос тогда и самое, по книжкам. Книги тоже подходят, амазоновские? Все подходит абсолютно. Понятно. Вообще в Инстаграме очень хорошо работает американская воронка продаж, если вы знаете, что это такое. Вообще прям заходит на ура. Феликс, а каким образом скидываться звездам? Например, три разных товара. Они делают три разных фото за одну цену? Нет. Вы придумываете какую-то совместную активность и эту совместную активность рекламируете с условием подписки на вас троих. И там уже рекламите себя. Трусы, носки, шляпу одел и сразу в мешцах. Нет, это будет примерно выглядеть так. Я там звезда такая-то, дарю вам трусы, носки, шляпу от таких-то магазинов. Вот примерно так это будет выглядеть. Так, расскажите мне про Пинтерест тогда. Чем он отличается? Потому что Пинтерест, насколько я знаю, сразу же продажи дает. Ну, вот у нас другой опыт Пинтереста. Понял. У нас не дает продажи. Ну, мы там сильно вообще не ходили, но как бы, понимаете, есть положительные отзывы, есть отрицательные Пинтереста, но Инстаграм это популярно, это звезды. Инстаграм это жизнь за стеклом, да, вот как помните, это шоу было. Тут я не знаю даже, как это сравнить. Пинтерест это там вообще, ну, ты там зашел, посмотрел эти фотографии, это во-первых, не телефоны, ты зашел, посмотрел эти фотографии, потом тебе нужно перейти на этот источник, где-то что-то еще посмотреть, здесь это все, Инстаграм заточен под это, а Пинтерест он не заточен под продажи. У меня просто есть ученик один, у него 35 тысяч или 40 тысяч Пинтереста в американском, он наоборот говорит. И Пинтерест, насколько я понимаю, там вот как раз эти ценники стоят, о чем Инстаграм сейчас собирается, у них уже это есть все. То есть там напрямую можно покупки делать. Да, там можно это делать, но вот я не знаю, мы пробовали, нету софта, во-первых, понимаете, там, по-моему, не такой уж и большой софт, чтобы это все распространять, там нужно играть в игры, как бы это время занимает. Мы по брендам мы пока не видим этого, Денис, то есть пока мы не видим, чтобы бренды сильно лезли в Пинтерест. То есть, а вот... Инстаграм, Инстаграм, там основная масса, это специфик, правильно, за зеркалью, потому что там жопами трясут, спортивные фигуры показывают, там мышцы и так далее. То есть, такая специфическая Инстаграм, вот я, например, у меня там дочь, что вы к этим увлекаете, у меня ноль процентов. Я не могу даже этот интерфейс разобрать. Ну, просто я не понимаю. Я понимаю, что есть ограниченный ассортимент, который подходит. Да, мамочки, да, спортсмены, там, я не знаю, диеты, далеко не все. Ну, то есть, вот я свой товар, который у меня сейчас я рассматриваю, один подходит. Но много товаров, которые вообще, ну, просто никак. Из-за этого мне не интересно, как их... Это что, все равно есть какое-то это самое предупреждение. вот если говорить про книжки, например, я не знаю, про этот товар сейчас разговор идет или нет, то можно просто в Инстаграме посмотреть и найти профили, которые продают книжки. Посмотреть, сколько у них подписчиков. Всегда в профиле видно, продаешь, продаешь человек или нет. Мы по категориям смотрели, мы очень-очень круто спорт представлен, очень круто игрушки представлены, гаджеты, на самом деле там, если проанализируешь, Денис, ты мнение может и поменять свое. Там прям очень много чего. В любом же случае, сочные картинки продают. Так же и на Амазоне. В основном... В России, в России, у меня кто Инстаграм занимается, они там продают классно любые вот эти вещи там, типа если запчасти на машину не продается, но все навороты на машину продаются. Запчасти нет, да, да. Да, то есть вот есть, я говорю... У меня знакомые поклеят пленку на машине в городе Краснодаре. Есть пленка-пленка. Не знаю ли это или через Инстаграм. Фары какие-нибудь, бампера там, я не знаю, сигналы и всякое блестящее, красивое, замечательно продается. А именно утилитарные вещи никак вообще. То есть у меня человек как раз именно вот этот магазин тоже. Не, ну вообще интересно, что говорить. У меня еще вопрос, связанный, я так понимаю, у нас тут есть два направления сейчас. Просто мы заранее как бы не поговорили ни о чем. Мне тут, конечно, много других было вопросов. Ну ладно. Вопрос в том, что у нас есть два направления, так понимаю, поднятие именно внутреннего трафика за счет поднятия позиций, правильно? То есть так, что будем... У всех же разные задачи на самом деле. Ну понятно. И вторая, и вторая направленность, это у нас получается непосредственно нагнетание новых покупателей на наш Amazon аккаунт или на наши уже сайты, так понимаю, правильно? Угу. Ну я просто уточнил. Потому что у многих задачи разные и курс реально, ну просто, я не знаю, забесплатный. Тут надо понять вообще, в принципе, конечную цель, то есть к чему мы идем. То есть вот эта вот масса людей, что друг другу будем помогать и друг друга, я не знаю, как межругательное слово, follow, если что там они делают. Да, именно это. Да, да, да. Вот это. То есть я так понимаю, да, мы то есть этот за это показал, этот за это показал, но в любом случае мы же должны тоже не внутри же между собой вариться, а все-таки должны же как-то со стороны кого-то еще привлекать, правильно? Ну, сначала будет между собой повариться, а потом уже со стороны. Понял. Ну надо это самое, надо разобраться, потому что мне, я говорю, я понимаю, когда тему двигать, когда я ее понимаю. На данный момент я на таком вот на рисунок это сижу, смотрю, для меня такая сеть с паутинной. Ну, смотря у кого какие цели, видишь, мы уже и поднятие ключей протестировали, да, положительные результаты очень, именно брали высокочастотник, вот, и цель какая, в дивы заходить не такими большими деньгами, да, сплоченно получается, да, то тебе нужно тысячу долларов отдать, либо тебе нужно всего сто долларов отдать, да, но при этом мы получаем, схему, да, при этом толпа, при этом эта толпа тебе закачивается в твой инстаграм-аккаунт, а оттуда ты делаешь ссылку на Shopify, понимаешь, и у тебя начинается вот эта прокачка, то есть, мы, в общем-то, можем вообще в этой теме немножко в сторону от Амазона отходить. Понятное дело, что Амазон это просто одна ступень, которая нам помогла сюда вообще дойти, помогла нам какие-то иметь обороты там, понимание вообще рынка, а теперь надо развиваться дальше, вот, тут никто не спорит. Я сейчас говорю, в принципе, раскачиваю как бы вопросами, в плане, что интересно, мне кажется, с обычным человеком, просто я говорю, мы заранее не пообщались, и я из-за этого сейчас сижу, как раз это все перевариваю, в плане, в плане вот этот, тот же Shopify, сколько человек уже и Евгений там рассказывал, он в принципе тоже самое этим же и занимается, помимо Shopify там кучи других еще площадок, а здесь как раз конкретно по Амазону просто именно вот эту сеть делать, то есть технически я не понимаю, то есть мне надо чтобы технически понять, значит я это двигаю, так скажем, то есть для чего мне это надо, вот, то есть вот так вот, потому что по факту вы там потом уже будете все это объяснять, правильно? Как все это объединять в одном направлении? По шагам, да, 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 вопрос почта регистрации АХА и Инстаграм может не совпадать с почтой АХА и ФБ, да, вообще желательно, чтобы это были разные почты. А то, что очень многим просто видите тут люди за 200 долларов рассказывают про как-то просто тупо поднятие ключей, а вы за 100 долларов хотите рассказать именно обучению в полноценном, то есть ну просто пипец, я вообще в шоке каждый раз от наших движений тут вечно, вечно, ну что сделаешь? Надо брать. Я отыскнил ссылку, там по-моему люди просят ссылку. А ну потом, сейчас еще вопрос, тут пара вопросов есть. Я на сверхпоста просто ссылку сделаю, да и все. Ага. Можно ли свою бизнес-краницу в ФБ связать с Инстаграмом? Это нужно сделать, вы по-другому не сможете размещать рекламу в Инстаграме? Так, 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 да, да, тут уже ответили. Скиньте присылку. Ну, вроде все по вопросам. Да, я думаю, почти два часа у нас сегодня очень интересный был познавательный видео. Некоторые, я чувствую, не дожили до конца. Некоторые просто не доросли до этого, на самом деле. Но я правильно реально говорю, то есть, вот я вы просто, или я не знаю, не следит, надо было со мной просто посоветоваться в формат, я бы ему объяснил бы, как переваривать проще. У нас тут основная масса людей не может переварить два, две задачи. Тут бы одну переварить, вот я говорю, вы им сейчас бы рассказали, это как, помните эти самые Джек Восьмеркин, американец, где он там эти сигары продавал. Вот, вот реально, я вот слушаю вас и вспоминаю этот фильм. То есть, вы там делаете такие навороты, там за две копейки, а люди потом махорку все перекрутили, и народ в очередь стал. То есть, вот здесь, я вот могу сказать, ну, я, конечно, могу ошибаться. Я потому, что тоже тут на каждое же лайвы разные люди приходят. Но основная масса людей, вот если бы сейчас вы анонс бы сделали, как поднять ключи не за 200 долларов, а за 100, если вы посмотрите по 100 в 10 вниз, как человек, ну, я уже 2 или 3 поста видел, что это уже не работает. Ну, другие скажут, что они работать не умеют и так далее. Я не знаю. Я знаю лично, кто вот этим занимается, и, ну, так скажем, процентов у 50-60 ничего не работает. Деньги выкинули, оплевались, вот, а по поводу этого, потому что там же какая схема? Схема же простая. Тебе рассказали, деньги взяли. Потом, если у тебя не получается, сам дурак, вот, приходи, еще деньги плати, деньги заплатишь, еще раз. Ну, не получил, значит, товар говно. Ну, может быть так, может быть нет, я не знаю. Просто вот внизу посты, из-за этого я говорю, я за этим слежу, за всеми этими способами продвижения. Если у вас это работает, и оно действительно работает, и вы бы еще какие-нибудь там гарантии, не дай бог, вы бы просто с одного ключа бы там по 300 баксов снимали бы, сейчас поскольку там по 400, я смотрел у чуваков даже, и по 600, ну, высокочастотник, понимаете. Так что, короче, тут такое у меня раздвоение личности, и кино вспомнил, заодно, и это. Так, ну, в принципе, я думаю, вопросов больше нет вроде. Так, у Юрия еще, смотрю, в инсте показывают только наших конкурентов, как увидеть, кто есть в США. Ну, вот я, честно, это что-то вопрос, я не поняла. Юрий, уточните, пожалуйста, тогда. Да, может быть, руки виноваты, я не спорю, Юрий, насчет того, что получается, не получается, но я могу одно сказать. Разговаривал я с человеком, который в этом хорошо разбирается, он сказал, что до того, как это все делалось, стоило одних денег. Когда запустили толпу народу, поднялось в три раза. Это вот одна информация. Вторая информация, то, что любой, любой способ продвижения работает не вечно. Любой. Неважно какой. А какие цены поднимать? Это вообще не моя, это самое. Я говорю не об этом, я говорю о том, что формат, формат предложения коммерческого. То есть, я говорю, если бывает, вот анонс бы сделали, вот сегодня сколько там было, сначала 70 человек, потом до 40 упал. Потому что людям реально скучно и неинтересно. Им интересно ключи поднять. Ну, многим. Может быть, конечно, поменялась конъюнктура, я не знаю, могу ошибаться, но... так что я на цены никак не влияю. Я вообще не претендую на это. Я сам учиться пойду, наверное, может быть. Вот, потому что однозначно надо расширять кругозор. Нельзя вариться. Сейчас на данный момент по Амазону все ясно. Из-за этого, когда вот эти вот курсы по продвижению ключей, курсы, там, по всякой этой херне, это чистое, ну, бредятина полная. Потому что вообще секретов никаких нет. Бери да делай. Просто это дополнительно, а дополнительно оно еще улучшает, усиливает наше движение. А все остальное... Илья, у тебя есть какие-нибудь вопросы по поводу продвижения товара на Амазоне и без всяких внешних? Мне кажется, нет, да? Что там, большого монат что? Хороший товар, хороший листинг и деньги в маркетинг. Все. Хочешь через PPC, хочешь через раздачи, хочешь каким-то там еще мир? Ну, блин, там делов-то и там два-три варианта. Ну, да, да. Алексей, да, дизайн интерьеров, да, пустим, пустим. Ирина, пустим же, правильно? Да, да. Денис, я понял твою мысль, да, по поводу продвижения, да. Мысль ясна, вот, тут какой момент? Основная цель курса все-таки была не вот эта фишка, торнадо, да? На самом деле, конечно, мы понимаем, что сейчас люди за это зацепятся, да, но, возможно, как-то это сыграет, что заинтересуются, опять же, курсом, и мы не будем это давать вначале, мы в любом случае дадим это позже, да. Ну, я за это говорю, что надо будет в любом случае однозначно, это вот этот проект, который запускает. Чем больше тестов, тем лучше, понимаешь? который запускаете вы, точнее, именно проект, чтобы он был, вот если мы делаем, точнее, вы делаете это, сетку вот эту, то за нее есть, за что бороться, я вот о чем. А если мы заниматься будем, да, продвижением, мы опять шаг назад просто делаем, я вот о чем. У нас сработало, да, то есть, но мы еще потестируем, вот в группе на ребятах, я думаю, потестируем, то есть там темка такая, ну, не гиперпростая на самом деле. Понял, вопрос-то больше. Ну, она смежна с вихрем, с вихрями с этими, да, она смежна, просто она через Инстаграм. Ну, понятно. Так, ну, хорошо. В принципе, все. Спасибо всем. Да, кто был, кто не был, думаю, в записи в любом случае посмотрят. Есть какие-то вопросы, я сверху обязательно размещу значит ссылку на YouTube-канале тоже под видео будет ссылка на этот курс. Так что все приходите, я думаю, очень будет полезно про стоимость и значимость вообще, как это бывает стоимостное выражение, да, вот здесь как бы мне кажется тут бесспорно вообще. Там я видел, какие-то скидки есть, то есть я так понимаю, чем быстрее купить, тем дешевле будет. Расскажите про сцены, потому что там это имеет значение, некоторые придут, скажем, о чем подорожало или еще что-то. Принимайте решение вовремя, короче. И приходите на лайвы вживую. Вот. получите скидку по большому счету, правильно? Там же дороже будет, я понимаю. Да, только сегодня 99 долларов, вообще до 17-го числа 129, далее. И потом 149. Так что очень полезно, кто пришел, кто досидел, досмотрел. Вот, ссылки я все скину, значит, везде будут. Я думаю, ребята и в этих самых, и в профилях, и так далее. Так что вот так, в принципе, все. Все, всем спасибо, Денис, спасибо. Спасибо, Денис, да, всем спасибо. Рад помочь, было очень приятно. До свидания, всем пока. 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 Пока.